Иное измерение русской культуры Михаил Илларионович Михайлов Адам Адамыч Повесть Посвящается Ивану Сергеевичу Тургеневу Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава третья При доме господина Желнобобова Находился небольшой флигель о трех окнах, В котором обитало одно лицо, Имеющее именоваться всей повести Экс-студентом Закурдаевым. Этот Закурдаев состоял при четырех младших детях Максима Петровича в качестве учителя По части русского языка, истории и арифметики, А старшего сына господина Желнобобова Петеньку, знакомого уже с некоторых сторон читателю, Приготовлял к университетскому экзамену. В один прекрасный летний день, Канун Коеву, описанным иною в предшествовших главах настоящей повести, Часов около десяти поутру, Закурдаев лежал на клеенчатом диване В своей маленькой комнатке И пускал к потолку непроницаемые клубы табачного дыма Из длинного черешневого чебука И огромной трубки, Изображавшей голову Аристотеля. Здесь считаю я не лишним прервать На несколько страниц нить моего рассказа И сообщить читателю некоторые подробности О личности экс-студента Закурдаева, Который имел, как окажется впоследствии, Влияние и на судьбу моего любезного героя. Василий Семенович Закурдаев был сын небогатых и незнатных родителей. Отец его проживал в главном городе той губернии, Которой принадлежит Забубеньев, И был известен там за первого портного. Когда юный Василий кончил свое учение в местной гимназии, Отец нашел полезным открыть сыну, Как врата знания, так и более обширное поле для общественной жизни, И потому припроводил его в университет. Юноша отправился с радостью, Но радость его происходила не столько от жажды знания, Сколько от светлых надежд жить независимо от грозного родителя, Который столь же хорошо владел хлыстом, как и иглою. Еще в доме отца при строгом и бдительном его надзоре Юный Васюк, как именовал его сам Семен Закурдаев, Часто выказывал буйство и непокорность своего необузданного нрава, А подчас, вечерком, возвращаясь домой от товарищей, Являлся даже подшофе, отчем гневного родителя. Когда же судьба, олицетворенная на этот раз в отцовской воле, Удалила его от родимого крова и поставила в полную независимость, Дурные наклонности быстро овладели Василием Семеновичем, Который не думал бороться с ними. Одаренный от природы блестящими способностями и прекрасным сердцем, Он мог бы пойти далеко, если б не сделался игралищем недостойных страстей. Неаккуратно посещал он лекции, Да когда и бывал на них, не выносил оттуда почти ничего в голове. В комнатке под кровлей, где он жительства был с двумя товарищами, Ему был всегда готов дружеский их привет Вместе с постоянно стоявшей на столе бутылкой рому. Юноша, отданный совершенно своей воле, Мало-помалу втянулся во много грустных пороков, Унижающих достоинства человека. Праздность была, разумеется, их родительницей. Лежа большей частью на утлой кровати, С трубкой в зубах или с гитарой, И с постоянной мухой в голове, Василий Семенович проживал день за днем И прожил целый учебный год, Не заметив близости экзаменов. В пагубном ослеплении он считал жизнь свою ровную и безмятежную, Потому что не произвел ни одного буйства Ни в одном публичном заведении, Не выбил ни одного стекла кием И не был ни разу поднят на улице в нехорошем виде. Но не видел он также и всей гнусности своих сожителей, И, закрыв глаза, вполне отдался их произволу. Оба они были люди небогатые, И доходы Василия превышали многим Их редкие получки денег от родителей. Тем не менее, Закурдаев никогда не имел ни гроша денег. В минуты жизни трудные, Когда грусть теснится в сердце, Трое сожителей усаживались на одну кровать, Подвернув под себя ноги калачиком, И при громком звоне трех гитар Пели буйные песни. Когда который-нибудь из приятелей Василия Семеновича получал деньги, А сам он был в тонких, Друзья принуждали его, Повалив на кровать и взявшись ему за горло, Просить у него взаймы. Несчастный юноша брал деньги И посылал покупать на них Того сладостного нектара, От которого морщатся неиспорченные души. При возлияниях, совершаемых Насчет обманутого друга, Приятели восхваляли его до небес И постоянно оканчивали попойку Возглашением ему счастья На многое лето. Когда же Василий Семенович получал Из дому деньги, Ему приходилось отдавать долги Своим товарищем, Плотить одному за квартиру, Нанимаемую втроем, И даже делать запасы табаку, Чаю и сахару, Не для себя одного. Добрая душа его Не смущалась подобными Злоупотреблениями Ее любви со стороны друзей, А голова была в беспрестанном чаду, И не имела времени Думать о чем-нибудь. Прошел, наконец, год. Пришли экзамены, И Закурдаев безвозвратно И неисправимо срезался. Горе никогда не приходит одно к человеку. Оно любит общество. И потому к бедному студенту Явилось три горя разум. Кроме дурного экзамена Его поразило приказание Оставить университет. Его выключили За непосещение лекций. Комнатка под кровлей, Где обитал Василий Семенович Со своими друзьями, Наполнилась в знак грустных событий С главным их хозяином В четверо сильнейшим Непроходимым дымом трубок. Несколько стаканов После пунша было уже разбито, Две пустые бутылки Катались по полу, И три гитары Отчаянно играли Спирику с заходом, Когда явился почтальон, Чтобы поразить Третьим горем Закурдаева. Письмо, Которое было взято В руки с надеждой На приятное известие О близком получении денег, Заключало в себе Страшную весть. Первый портной Губернского города, Где увидел свет Закурдаев, Скончался После кратковременной болезни На руках своего закройщика, Который и извещал О том сына В казенных, Хотя и весьма плачевных, Выражениях. Спирика Мгновенно утих, И глубокая печаль Вызвало Целый град слез На исхудалые И бледные щуки Осиротевшего И уже сильно пьяного Василья. Но делать было нечего, Помочь нельзя, И потому оставалось Только Накатиться В досталь И залечь спать. На другое уже утро Обдумал несчастный Экс-студент Всю неприятность Своего положения. Денег у него Почти не было. И, Чтобы получить Необходимую Для проезда Домой сумму, Василий Приступил К распродаже Своего Скудного Имущества. Спустив За дешевую цену Все, Что можно было Спустить И выгодав Из выручки Целковой На бутылку Ямайского, Закурдаев Распросился С друзьями И кое-как Отправился На родное Пепелище. Там Встретило его Грустное зрелище. Отец его Человек был Одинокий Вдовец И Василий Был его Единственным Сыном. Умирая На чужих Руках Окруженный Наемниками Старик Не успел Сделать Никаких Распоряжений Чтобы Обеспечить Будущую Жизнь Своего Любимого Детища. Василий По приезде Нашел Мастерскую Отца Пустою. Все Было Растащено И ему Осталось Только Несколько Хозяйственных Статей Не имевших Никакой Ценности. Тут В первый Раз Привелось Ему Подумать Серьезно О своей Участи И он Принял Решение Приискать Какое-нибудь Местечко Что Чтобы Иметь Хоть Не Очень Сладкий Кусок Насущного Хлеба. Все Поиски Его В Губернском Городе Остались Тщетными И Только Через Три Года Самой Жалкой И Бесприютной Жизни Поместился Он Домашним Учителем У Господина Желнобобова Который Выписывал Из Губернского Города От Старика Казакурдаева Ежегодно Постеганому Халату. В Новом Городе Басилий Семенович Получивший Уже Не Один Урок От Наставницы Людей Судьбы Вел Себя Вовсе Не Так Дурно Как Было Три Года Тому Назад. Правда Он Сохранил Любовь К Уединенному Лежанию На Кровати К Гитаре И К Напиткам Дарующим Веселье В горе Но Всему Этому Были Должные Границы Хотя И довольно Редко Однако Все же Показывался Он По временам В Обществе Забубеньева Кроме Гитары Развлекал Себя Иногда И Чтением А Крепкие Напитки Употреблял Умеренно Только Перед Обедом И Перед Ужином За исключением Разве Некоторых Случаев Добрый Характер Его Всех Знавших Его Старую Гла Различных Забубенных Песен И Изучил Нескончаемый Репертуар Разных Холостых И Застольных Энергических Гимнов Стены Часы Показывали Одиннадцать Когда В комнату Вошел Адам Адамыч Экс Студент С удовольствием Поднялся И Приветствовал Гостя Громким Восклицанием А Адам Адамыч Здравствуйте Готтнтаг Сказал Немец Протягивая Экс Студенту Свою Худощавую Руку Ну что Как вы Адам Адамыч Спросил Экс Студент Вставая С дивана И Направляясь К печке Выколачивать Пепел Из трубки Не шагал Отвечил Немец Садитесь Побеседуем Продолжал Экс Студент Адам Адамыч Занял Полстула Отчего Это вы Спросил Закурдаев Взглянув На немца Смотрите Таким Сентябрем Как Спросил Свою очередь Адам Адамыч Да так Верно Есть Какая Нибудь Причина Опять Повздорили С Петенькой Как будто Уколотый Шилом Адам Адамыч Воспрянул Взъерошил Свои волосы И начал Прохаживаться Взад И вперед Тщательно Избегая Плевков Которыми Закурдаев Изощрял Ежедневно Пол Своей Комнаты Да Да Говорил Стревоженный Немец Бог знает Что делает Этот Такой Ученик Вчера Он Очень Меня Огорчил Но Загодня Я не Знаю Что это Такой Да Что же Не на Кулачки Жен Полез Вы Знает Мой Карактер Сказал Адам Адам Адамыч Подойдя К Закурдаеву И взяв Его За рукав Я Терпеливый Очень Терпеливый Но Загодня Я не Мог Терпеть Адам Адамыч Горячился С каждым Словом Более И более Он Переводил Вчера Скором Зин Верги О Полерояль Я Сказал Там Много Есть Неприличий Для Молодой Человек Да Там Много Есть Такой Но Загодня Визен Зи Ваз Эр Гемахт Как Ви Думает Ну Произнёс Хозяин Продувая Чебук Из которого Вылетали На стену Куски Накипи И капли Табачного Соку Ну Как Ви Думает Продолжал Адам Адам Да Ну Повторил Закурдаев Он Нашель Сказал Адам Адам Русский Перевод В один Имморальный Французский Роман И переводил С него Такой Пассаж О Прибавил Почтенный Наставник Качая Головой С таким Видом Как будто Хотел Сказать Волосы Дескать Дыбом Что же Дальше Спросил Закурдаев Как Что Воскликнул Разъяренный Адам Адамыч Как Что О Нет Не может Так Оставаться Я Должен Буду Сказать Максим Петрович Да Да Какая Жи Это Книга Это Описание Интриго Дин Кавалир Фоблаз Да Да Вы Знаете Это Заучнение Превосходная Вещь Произнес Экс Студент С приятной Лыбкой Удалое Перо Писала Как Воскликнул Адам Адамыч С изумлением Глядя Закурдаева Вы Хвалить Эду Зучнение Да По-моему Это Славная Книга Сказал Экс Студент Наколачивая Трубку Адам Адамыч Покачал Головой Разумеется Прибавил Закурдаев Петька Еще Молод Эдакие Книги Читать Я Говору Тоже Сказал Адам Адамыч Закурдаев Поставил В угол Набитую Трубку И подошел К немцу Это Это Нашему Брату Адам Адам Адамыч Нашему Брату Сказал Он Ухватывая За плечи Своего Гостя И качая Его Из одной Стороны В другую Ведь И вы Ухор Адам 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 Я Вас Знаю Ведь Вы Дока Все Произошли Адам 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 Приготовился Было Усмехнуться С самодовольством Но Рассудил Проглотить Улыбку И принял Солидный Вид Зишпасен Сказал Он Я Уже Старик Это Ничего Да И не Старик Вы Вовсе Ну А Петька Разумеется Еще Молод Для Таких Вещей Читали Вы Начала Адам 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 Антипоросс Кипишера Зачинение Фон Господин Энгель Фефас Зе Философен Фу Дю Вэльт Ну Их Псами Пещеру Философа Проговорил Закурдаев Закуривая Трубку Там Прекрасно Говорит Аутор Продолжал Адам Адам Адамыч Как Вредно Читать Имуральные Изучнения К Черту Их Адам Адам Адамыч Право К Черту Что Пустяках Толковать Закурдаев Взял Со стола Сигару И поднес Ее Адам Адам Адамыч Со словами Цигарку Другу Адам Адам Адамыч Поблагодарил Обмусолил Сигару И Закурил Ну-ка Сядемте Ты Петьку Туда же К Черту Оба Сели Охота Вам Такой Дрянью Заниматься Адам Адам Начал Хозяин Нет Вот Я Сегодня Как Встал Думаю Сколько Могу Я Сразу Трубок Выкурить Да Вот До Вашего Прихода Все Курил Ин Да Во Рту Черт знает Что Сделалось Я Думаю Кожа Слезла С Языка Он Показал Язык Адам Адам Адамыч И Не дав Ему Произнести Ни Слово Продолжал Да Двенадцать Трубок За Присест Тринадцатую Лень Стало Набивать Так уж И я И Бросил Только Бодовство Доводит До таких Поступков Пробормотал Адам 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 По-немецки Занятый Да Будет Вам Трастить Одно И То же Знаете Что Есть У вас Уроки Сегодня Поутру Нет А После Обеда Тоже Нет Сегодня Зубота И Прекрасно Так Мы Закусим Значит Вместе Хозяин Встал И Выглянул Впереднюю Где Это Дениска Вечно Шал Берет Я Видал Отвечал Немец Он Играет В карте Из Макарвич Хэкий Мошенник С утра В носки Дуется Нос Топух Мерзавца Как Дуля Дениска Крикнул Закурдаев Высовываясь В окно Эй Ты Алешка Пошли Ко мне Дениску Вели Ему Принести Хлеба До Телятина Холодной Слышишь А Как Он Не Пойдет Отвечался Двора Алешка Как Не Пойдет А Спину Вздуют Крикнул Закурдаев Это Все Такой Люди Заметил Адам Адам Без Никакой Позрущания Со Мной Дениска Шутить Не Станет Он Меня Знает Сказал Закурдаев Возвращая Свою Голову И Толовище В Комнату Дениска Был Ремеслом Домашний Чеботарь Он Работал Различного Рода Обувь Для Дворни Господина Желнобобова В прихожей Фригеля Где Жил Закурдаев И Обязан Был Служить Экс Студенту Что Прочем Вовсе Не Считал Занужное Исполнять Как Следует А Я Пока Место Вытащу Благословенный Напиток Сказал Хозяин Отправляясь В Маленькую Темную Конурку Около Той Комнаты Где Они Сидели С почтенным Наставником В Этой Конуре Весьма Похожий На Чулан Помещалось Все Хозяйство Забубенного Экс Студента На Стене Висела Гитара На Полу Валялось Несколько Пар Сапог Около Которых Стояла Опрокинутая Помадная Банка С разведенную В донушке Ее Вакс В одном Углу Наварено Было Горой Черное Белье А в Другой Помещалась Огромная Бутыль Бесцветная Жидкость Которую Вмещала В себя Эта Посудина Была Ничто Иное Как Очищенное Зеленовино Которое Закурдаф Именовал Впрочем Различно И Померанцев Кою От Единственной Померанцевой Курки Лежащей На Дне Бутылки И Травником От Соломинки Которая Плавала В Крепительной Влаге Хозяин Снял С полочки Довольно Вместительный Совершенно Пустой Графин Накренил Бутыль И наполнил Графин Померанцев Кою Или Травником Тут же На полочке Взял он Два Хрустальных Стаканчика С позолотой Известных Под названием Банек В станек Такую Кличку Стаканчики Получили От того Что Куда Не наклоняя Их Они все Таки Встанут На свое Круглое Дно Все Это Торжественно Вынес Василий Семенович В свой Приемный Покой И поставил На стул Перед Адам Адамычем Который Не переставал Думать О Петеньке И повторял Про себя Вот до Чего Доводит Баловство Нектар Нектар Адам Адамыч Сказал Закурдаев Указывая На графин Самое Время Выпить И закусить О Я боюсь Проговорил Адам Адамыч Пустяки Сказал Василий Семенович Немножко Можно Выпить Вперемешку Сначала Померанцевке А потом Травничку Холодная Телятина И Несколько Ламте Хлеба Не замедлили Явиться Вместе С казачком Алешкой Который Объявил Что Дениска Решительно Отказался Принести Завтрак Сам Потому Что У него Выходят Беспрестанные Хлюсты И нос Его Партнера С каждой Новую Сдачей Становится Все более И более Похожим На луковицу Закурдаев Не применул Обругать Дениску Ракалией Потом Сказал Алешке Что Как Адам Адамыч Так И он Сам Сегодня За общим Столом Обедать Не будут По поводу Сборов На охоту И потому Приказал Обед Принести Во флигель Надо Заметить Что Хотя Экс Студент И никогда Почти Не обедал Вместе С семейством Жил на Бобова Однако Считал Необходимостью Всякий раз Объявлять О том Алешка Выслушав Приказание Закурдаева И бросив Лукавый Взгляд На флягу С нектаром Усмехнулся Тот Заметив Такой Неуважительный Пассаж Малолетнего Казачка Дал ему За это Здорового Тумака По затылку Выбронил Его Дуралеем И прогнал Вон Затем Оба Собеседника Приступили К закуске Выпив Предварительно По стаканчику Померанцевки Приступ Этот Совершился В полном Безмолвии С обеих сторон Когда По куску Телятины Было уже Отправлено В желудок Каждого Закурдаев Громко Крякнул И возгласил Итак Адам Адамыч По померанцевке Прошлись И червячка Заморили Да Произнес Сквозь зубы Адам Адамыч Прожевывая Курку хлеба Что следует Теперь Спросил Закурдаев Я не знаю Отвечал Адам Адамыч Как вы не знаете После померанцевки Следует Травник Да Он налил Оба стаканчика Ваше здоровье Сказал немец Выпивая залпом Ваньку Встаньку Дельно И ваше Так же Произнес Экс-студент Опоражнивая Свой стаканчик Тут он взял Своего гостя За руку И посадил На клеенчатый диван А рядом Сел и сам Задымились Трубки И разговор Принял Следующее Направление Теперь Нам надо Поговорить Насчет охоты Адам Адамыч Сказал хозяин Завтра Непременно Надо ехать О да Да Воскрикнул Адам Адамыч Моргая Огромными веками От полноты чувств Предстоит Один вопрос Завтра Ли Пораньше Отправиться Или На ночевую Сегодня Я думал Лючи Завтра Сказал Адам Адамыч Я не люблю Ехать В ночь Ну Завтра Так Завтра Отвечал Закурдаев Вы встанете Пораньше Правда Вы всегда Рано встаете Дениска Заложит нам Телегу Возьмем Вот Этого Экс-студент Указал На графин Затем И двинемся В поход Продолжал Он Только Собак Собак Я знал Я знал Что Вы скажете Это А не Лучше Ли К Пролетовке О нет Возразил Адам Адамыч Что Там Перепель Уже Нет Я Знаю Одно Место Умельница Хм Прервал Закурдаев Взявшись За плечо Адама Адамыча Качая Головой А какое Это Место Там Очень Много Вальчнеп О Хитрец Хитрец Воскликнул Закурдаев Разражаясь Бесцеремонным Хохотом Знаю Я Знаю Это Место Только Туда Они Вальчнеп Вас Тянут Адам Адамыч Немного Обиделся Что Хочет Вы Сказать Спросил Он Собираясь Встать С дивана Ничего Ничего Фу Ты Пропасть Уж И Обиделся Ну Что За Беда Такая Я Не Понимаю Ваш Зло Вам Холодно Заметил Адам 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 Полно Полно Адам Адам Разве Другого Кого Меня Не Проведете Ведь Я И Сам На Эту Руку Не Дурак Я Не Знаю Сказал Адам 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 Не Знаю Хозяин Тоже Встал Ну Ладно Ладно Сказал Не Буду Уж Если Если Вы Хотите Быть Таким Скромным Так Я Оставлю Мельничиху В покое Как Раскрикнул Почтенный Наставник Широко Раскрывая Глаза Закурдаев Не Дал Ему Продолжать И Сказал Взяв Его За руку Скажите Лучше Что Следует После Травнику Полно Ти Сердиться Плюньте Ну Что После Травнику Морщины Разгладились На лбу Немца Уста Слегка Улыбнулись Померан Цивка Сказал Он Подходя К столу И Два Стаканчика Снова Были Опражнены Ну Перестал Гневаться Адам Адам Спросил Закурдаев Отошло Сердце Адам Адам Кивнул Головой Продолжая Понемногу Улыбаться Ну Из-за чего Спрашивал Эк Студент Из-за чего Было Обижаться Ну Кто Богу Не грешен Ну Сякшился Смельничиха И так Сякшился Эк Беда Напротив Оставьте Сказал Адам Адам Улыбаясь Все более И более Под влиянием Померанцевки И Травника Это Совсем Неправда А что Ты смеешься Ну Чему Ты смеешься А Спросил Эк Студент Резко Подступая К Адам Адам И тоже Поддаваясь Разбирающей Силе Крепительного Ну Признавайся Полно Скрываться Я не имею Что сказать Вы Взизнает Отвечал Немец Крутя головой Вот Спасибо Вот Молодец Начал Кричать Закурдаев С таким Восторгом Как будто Получил Душ Двести Наследства Ну А Александрина Тоже Занозило Сердце Ну Признавайся Подружески Уставьте Отвечал Адам Адамыч Качая Укорительной Головой Это Совсем Другое Дело Закурдаев Не отставал Ну Нет Адам Ты не скрывайся Я тебе скажу Ты взгляни На меня Я не скрываюсь У меня Душа Вот На ладони Душа Я тебе Говорю Он налил В стаканчике Травнику И оба Выпили Я тебе говорю У меня У самого Сердце Нежное Зато И люблю Тебя Не смотри Что я Такой Я вот Люблю И подвыпить И подсмеяться А сердце У меня Нежное Когда Я был Молод Сказал Адам Адамыч Я тоже Имел Нежное Сердце Ну Когда Упит Ну Оставь Ты Философию Адам Не Завирайся Скажи Прямо Про Александрину Адам Адамыч Повесил Голову Один Глаз Его Почти Совсем Прикрылся Огромным Веком Из-под Него Блеснула Капля Слез Ну Садись Сказал Эк Студент Садись Ну И Расчувствовался Я уж Знал Знал Женщина Есть Фальшивее Творение Заметил В виде Сентенции Немец Это Не как Еще Вот Кто Сказал Адам Отвечал Экс Студент Указывая На Трубку Изображавшую Бородатую Голову Аристотеля Да Начал Адам 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 А Уверишь Моей Дружбе Вместо Ответа Адам 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 Вытянул Свои Важные Губы И Прикоснулся Ими К губам Друга Ты Действуй Действуй Молодцом Слышишь Адам Да Полно Уж ты Ну Полно Не Заминай Ты Меня Слушай Будьте Смелее Действуй Брат Действуй Молодцом Да Дверь Мне Ну Что Ты Моргаешь Дверь Ведь Это Мне Вот Как Пять Пальцев Ресницы Адама Адам Увлажились А правый Глаз Совсем Исчез Под Веком Что Делал Всегда Когда Почтенный Наставник Выпивал Два Три Стаканчика Закурдаевского Нектара Губы Его задрожали И он Начал Говорить Голосом Полным Слез Какой-то Весьма Длинную Весьма Чувствительную Но Совершенно Непонятную Речь Закурдаев Не выдержал И вдруг Неожиданно Прервал Красноречивое Излияние Немца Ну Занес Сказал Он Будь Брат Споем Ко лучше Что-нибудь Я Не могу Отвечала Дамыч Дрожащим Голосом Расчувствованный Собственными Своими Словами Пустяки Сказал Закурдаев Неверными Стопами Направляясь К чулану Адам Идамыч Сидел Понурив Голову И плакал Думая То о Родине То о Минне То Об Александрине То О Мельничихе Хозяин Явился С гитарой Ну Полно Сказал Немцу Ну Что ты Хнычешь Вот Постой Постой Я Тебя Развеселю Рука Его Бойко Заколотила По всем Струнам Гитары И он Запел Густым Басом Знаешь Ли Причину Почему Ричард Ездил В Палестину Дурок Воевать Ну Знаешь Причину Сказал Он Обращаясь Ко Дам Мадамычу Тот Улыбнулся Сквозь Слезы Не Знаешь А Я Скажу Причину Это Потому Чтобы На Полтину Выпить Одному Экс Студент Принялся Наяривать Свою Песню Еще Бойче И Всею Ладонью На Струнах Гитары И Возглазил Следующий Куплет Властелин Китая Смотрит Под Лицом Если В чашку Чая Не Вольет Он Ром По По Мер Энергических Возгласов Хозяина Меланхолическое Лицо Гости Просияло Понемногу Но Хотя Улыбка И 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 «Аристотилис? Ах да!» — воскликнул Закурдаев, начиная опять колотить пальцами по струнам. «Аристот ученый, древний филозоф, продал панталоны за севухи штоф!» Когда Закурдаев повторял последнюю строку куплетов в другой раз, Адам Идамыч пришел в совершенный экстаз. «Саперман!» — воскликнул он. «Саперман!» В таких и подобных сим занятиях и разговорах прошло время до обеда, который был принесен самим Денискою. Хозяин предложил выпить по стаканчику перед щами, и графин тем кончился. Дениске было немедленно поручено отправиться в чулан и наполнить его снова. Для возбуждения аппетита оба собеседника перед каждым блюдом прибегали к графину и стаканчикам, и к концу обеда, как говорится, не вязали уже выка. Адам Идамыча обуяла сильная меланхолия. И как ни старался собеседник разогнать ее различными выходками и пением разных забубенных песен, грусть не исчезала с лица почтенного наставника. Даже когда Закурдаев забряться над своей гитарей по всей деревне Катенька И запел на этот голос любимую песню Адама Идамыча Даже и тогда морщины не разгладились на лице немца. Наконец, утомленный напрасными усилиями развеселить своего товарища и обуреваемой дыремотою, экс-студент улегся на диван и молча потянул к себе за рукав Адама Идамыча, изъясняя тем мимически, что приглашает его лечь вместе с собою и успокоиться после неоднократных возлияний. Адам Идамыч, не произнеся ни слова и не покидая своего задумчивого виду, высвободил руку, которую взял у него Закурдаев и, пошатываясь, направился к выходной двери. — Куда ли, Адам? — спросил экс-студент, зевая во весь рот. Адам Адамыч кивнул в молчании головою, причем потерял было равновесие, но поправился и пошел вон из комнаты. Едва исчез он за дверью, как сон, этот мирный спутник всяких бойких травников и померанцевок, слетел на отяжелевшие веки экс-студента, и он громко захрапел, прижавшись лицом к спинке дивана. Минут через пять Адам Адамыч явился назад. Лицо его было бледно, как полотно. Он качался еще более. Шевеля губами, как будто желая произнести что-нибудь, он подошел коснеющим шагом к ложу, на котором был распростерт его приятель, и совершенно машинально опустился на диван. Он протянулся тут рядом с Закурдаевым, и вскоре разноголосный храп двух друзей огласил серые стены учительской комнатки. Вскоре вошел в комнату Дениска, чтобы убрать остатки обеда, а остаток водки перепроводить в свой желудок. Видя двух наставников совершенно бесчувственными ко всему окружающему, он поспешил привести в исполнение свое намерение, но не удовлетворился одним этим добольствием. Хотя по росту, по лицу и даже по ревистским сказкам Чеботарю значилось 25 лет от роду, но душа у него была молода, как у ребенка, и потому Дениска никак не мог отказать себе в следующей забаве. Он вынул из чернильницы мохнатое перо и начал водить кончиком его под носом уснувшего немца, Адам Адамыч не шевельнулся ни одним волоском. Дениска запустил перо в левую ноздрю Адама Адамыча напрасно, в правую тоже. С досадой воткнул Дениска перо в чернильницу и ушел из комнаты, ворча про себя, что вот нахлестался человек до такого безобразия, и что ему хоть нос отрежь, так он и не услышит. Долго царствовало безмолвие в серых стенах жилища Закурдаева и прерывалось только мирными ударами маятника стенных часов, да по временам более сильной выхрапкой, взлетавшей из уст которого-нибудь из спящих, причем рой мух, облеплявший рот каждого, с досадой снимался с приютных мест. Впрочем, покружив над носами глазами Закурдаева и немца, и видя совершенное их спокойствие, мухи снова садились вокруг их губ, размещаясь, как гости за большим столом званого обеда. Часы прохрепели и пять, и шесть, и семь ударов, а наставники все спали. Наконец, когда солнце перед закатом ударило целым пучком лучей в окна Закурдаевской обители, заиграло в стекле опорожненного графина и позолоченных ванек-встанек и слило в два густых столба всю пыль и весь трубочный дым, носившийся по комнате, хозяин нея проснулся. Он протянул было руку к трубке, которая постоянно помещалась у дивана, но, ощутив присутствие Адама Дамыча, привстал и начал его расталкивать. — Вставайте, Адам Дамыч! — сказал он. — Пора! Эк мы заспались! Половина восьмого! Адам Дамыч медленно потянулся, но, увидав, что он не на своих антресорях, тотчас же привскочил на диване и сел, спустив ноги на пол. — Ах, как много я спал! — воскликнул он, бросив взгляд на стрелку часов. — Не беда! — заметил хозяин. — Ладно, что вы выспались перед охотой. — После обеда спать нехорошо! — сказал Адама Дамыч, по-видимому, чувствовавший уже угрызение совести. — Ну, нехорошо! Все хорошо! — Ну, нехорошо! Все хорошо! — Постойте-ка, постойте-ка! — сказал экс-студент, глядя на немца. — Что это у вас губа-то? Адам Дамыч быстро схватился за нижнюю свою губу. Она была толще грецкого ореха. — Ах! — произнес он с заметным неудовольствием. — Муха укусил! — Так и есть! Так и есть! — сказал экс-студент. — Вон их сколько здесь! Ракалей! При этом Закурдаев сделал из правой руки своей нечто вроде ложки и махнул ею по спинке дивана. Размахнувшись, он ударил об пол пойманных мук и принялся давить их ногой, приговаривая. — Вон их сколько здесь! Раз, два, три! Десяток целый! — Ах, как это неприятно! — сказал немец, утюжа распухшую губу ладонью. — Вы оставьте, не трите! Еще больше разнесет! Надо маслом деревянным помазать! — Да, это помогает! — отвечал немец. — А теперь лучше покурим немного! — Да не хотите ли чаю? — Нет! — Ну, нет так нет! И я не хочу! А вот трубку можно! Он закурил трубку, потом подал Адама Дамычу сигару и по обыкновению произнес — цигарку другу! — Цигарку другу! Докурив сигару и поговорив с Закурдаевым относительно поездки завтрашним утром на охоту, Адам Адамыч вышел из флигеля и отправился к себе на антресоли. В Лакейской внимание Макарыча было поражено бледностью лица почтенного немца и совершенно закрытым правым его глазом. Зная каприз этого глаза закрываться, когда Адам Адамыч нетрезв, Макарыч толкнул подбок Дениску, подбок Дениску, сидевшего рядом с ним на коннике. Дениска, взглянув в засаленные карты, объявил, что у него хлюст и потом уж обратил свой взгляд на наставника. Тут партнеры перемигнулись и глупая, но вместе с тем лукавая улыбка оскалила их зубы. Припухшие губы Адама Адамыча, к счастью, они не заметили, ибо он прикрыл ее носовым платком и не отнимал его от рта. Чувствуя совершенную пустоту в голове и в желудке, Адам Адамыч пожалел от всей души тех часов, которые провел так бесполезно и с видимым ущербом как для здоровья, так и для репутации своей. Но делать было нечего. Утешив себя тем, что прошедшего не воротишь, он снял со стены ружье, патронтаж и другие охотничьи доспехи с целью приготовить все к завтрашнему утру. Пальма, пытавшаяся обратить на себя взор своего властелина, не преуспела в этой попытке. Адам Адамыч не кликнул ее и не дал ей понюхать за травки, как делал это обыкновенно. Причиной такого уклонения почтенного немца от всегдашних его правил было, разумеется, тоже угрызение злой совести и совершенное недовольство своим поведением в настоящий день. Только усиленная забота могла прогнать докучные мысли из головы Адама Адамыча. Он знал это. И потому, вооружаясь отверткою, принялся развинчивать свое огнестрельное орудие. Потом начал он чистить и промывать дуло ружья, вымазал ложи деревянным маслом, часть которого употребил и на свою распухшую губу, намерил в патронтаж пороху и дроби, нарвал из кудели пыжей и, наконец, зарядил ружье. Читано по изданию Сочинение Михаила Илларионовича Михайлова в трех томах Приложение к журналу «Пробуждение» Том 1. Петроград. Товарищество художественной печати. 1915 год.